Я хотел бы в первую очередь поздравить вас с тем, что завершается эта школа. Уверен, что для каждого из вас это был интересный опыт. Вы получили новые знания, обзавелись новыми контактами. Что-то новое, может быть, поняли о России, о российской истории. Из чего исходили мы в российском историческом обществе, когда разрабатывали концепцию этой международной исторической школы. А вы знаете, что это первая из школ, будет большая серия, они будут и зимние, и летние. И мы, конечно, будем рады тех из вас, кому это будет интересно, видеть и на следующих школах. Идея вот этих исторических школ для иностранных студентов, гуманитария в первую очередь, состояла в том, что вы уже связаны с Россией. Вы получаете здесь образование, вы выучили или учите русский язык, вы понимаете, начинаете понимать русскую культуру. И это на всю жизнь ваше очень большое конкурентное преимущество. Останетесь вы в России, вернетесь вы к себе на родину, будете работать где-то еще в каких-то других странах. Знание России будет для вас очень важным и серьезным конкурентным преимуществом. А для того, чтобы Россию знать хорошо, нужно, конечно, понимать ее историю и понимать то отношение к истории, которое в России, у народа России есть, которая сложилась. Вы приедете к себе на родину и вас спросят, а что Россия? И вы сможете рассказать своим коллегам, родным, знакомым, что-то такое новое, интересное, что вам удалось понять о России, о ее истории, об отношении к ней, у народа. Вы знаете, что это год, год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что эта победа имеет огромное значение для национального самосознания России, потому что если бы не было этой победы, то и России бы не было. Вот в нынешнем виде точно бы не было. Поэтому мы посчитали важным и правильным, именно для того, чтобы вы лучше это поняли, посвятить эту школу 75-летию победы Великой Отечественной во Второй мировой войне. Великой Отечественной войне Вы могли бы высказаться, рассказать о своих впечатлениях, задать вопрос. Для меня этот разговор тоже был бы очень интересен и важен. Одна из важнейших особенностей Второй мировой Адренас Великой Отечественной войны состоит в том, что впервые стороной-агрессором гитлеровской Германии и ее сателлитами была проявлена такая масштабная и такая всеохватная жестокость по отношению к мирному населению, по отношению к гражданским лицам. Мирные граждане погибали под бомбежками в результате невыносимых условий оккупации, от голода, погибали от нечеловеческих условий содержания в Германии, были угнанными туда на работу. Мы, стыдно признаться, до сих пор не имеем общепринятой в науке оценки количества мирных граждан, погибших в ходе Великой Отечественной войны. До сих пор не имеем. Есть работа Кривошеева, которая считается наиболее авторитетным исследованием на текущий момент. Но и там авторы отталкиваются от таких приблизительных оценок. Мы очень далеки от того, чтобы узнать по именам всех погибших мирных жителей, мирных жителей, не участвовавших непосредственно в боевых действиях. Вот мы точно знаем, что эта цифра не меньше 13,5 миллионов. 13,5 миллионов. Но оценки на несколько миллионов расходятся. И важнейшая задача, наверное, последующие годы как-то все-таки продвинуться в этом направлении. И вот так же, как мы сегодня знаем, ну, если не всех, то подавляющее большинство военнослужащих, солдат и офицеров Красной Армии, погибших в ходе Великой Отечественной войны, вот максимально приблизиться к тому, чтобы узнать имена всех мирных жителей, которые погибли в этом плане. И поэтому вот эта тема преступления нацистов против мирного гражданского населения, она еще и потому важна, что в высшей степени показывает абсолютную безнравственность попыток возложить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны. То есть попытку назвать жертву, страну-жертву, страну, которая понесла небывалые потери в своей истории, назвать ее агрессором или как минимум приравнять к агрессору. Вот эта попытка не просто лжива, не просто антиисторична, она в первую очередь безнравственна. И поэтому для нас это очень важный вопрос. И для многих историков и общественных деятелей в других странах это тоже очень важный вопрос. Поэтому мы понимаем, кстати, что абсолютно похожая история была, например, в Польше, где взверствовали нацистские оккупанты. Сейчас независимые страны, но тогда они были частью Советского Союза, в первую очередь Украина, Белоруссия, Молдавия. Там просто творились зверства, были поставлены на конвейер. Мы помним о том, как сжигались деревни с мирными жителями в Чехословакии. Конечно, другие условия оккупации были, например, во Франции и в Бельгии, но и там было движение сопротивления, и там были свои герои, люди, которые погибали в борьбе с нацизмом. И вот идея состоит в том, чтобы сделать выставки, документальные выставки, представить документы, фотографии в каждой европейской стороне, в каждой европейской стороне, переведя такие подробные аннотации к этим документам на язык той страны, где будет сделана эта выставка. Я думаю, вы согласитесь. Вы знаете русский. Это замечательно. Но если мы проводим выставку в той или иной зарубежной стране, конечно, это надо делать на языке той страны, чтобы людям было понятно и интересно. До этого прошли большие выставки. Это целая серия тоже документальных выставок в странах Восточной и Центральной Европы, в странах освобожденных Красной Армии, потому что вы прекрасно понимаете, что в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз и дошла сначала до Москвы, а потом до Волги. Мы сейчас тоже на Волге. Сюда, слава богу, гитлеровцев не пустили. Но на Нижней Волге, на Волгограде, когда он назывался Сталинград, состоялась, наверное, самая страшная и прекрасно известная во всем мире битва Второй мировой войны, Сталинградская битва. Так вот, после Сталинграда уже удалось Советской Армии одерживать победу за победой и понемногу вытеснять врага со своей территории. И когда в 1944 году дошли до бывших границ Советского Союза, то, конечно, остановиться на этих границах было бы верхом безрассудства. Конечно, для чего остановиться? Чтобы дать возможность агрессору заново сформировать свои силы и снова ударить. Поэтому, в общем, такую цель, конечно, никто и не рассматривал. И коалиция Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки ставила изначально своей целью полную победу над захватчиком, над агрессором. И уничтожение врага до конца. Взятие Берлина. Но я вам должен сказать, что переход Советской Армии, бывших границ Советского Союза, сопровождался ясным пониманием того, что Советская Армия заходит на чужую территорию. И в связи с этим принимались решения и издавались приказы Государственным комитетом обороны, это высшим органам военного управления. Приказы, которые доводились до каждого офицера и до каждого солдата, которые регулировали поведение солдата и офицера в Красной Армии, на территориях освобожаемых государств. Эти документы сохранились, они прекрасно известны. В них говорилось о том, что Красная Армия вступает на чужую территорию с целью ее освобождения, с целью окончательного изгнания гитлеровской Германии с оккупированных территорий. Говорилось о том, что ни в коем случае не подменяются местные органы власти советскими органами. Говорилось о запрете для наших войск препятствовать религиозной жизни на освобождаемых территориях и так далее. Даже, знаете, меня очень удивило, когда я увидел этот документ, когда Красная Армия перешла границу и вошла на польскую территорию. А до этого, вы понимаете сами, что пришлось им увидеть, через что пройти, освобождая наши территории, территории Советского Союза, выжженную землю оставляли за собой гитлеровцы. И вот когда они зашли в Польшу, то маршал Конев, который командовал фронтом, издает приказ о запрете передвижения тяжелой техники по дорогам общего пользования. То есть, по-простому говоря, чтобы танки по шоссейным дорогам не ездили, для того, чтобы их не разбить. Вот это, конечно, поразительно, так же, как, казалось бы, поразительно, а на самом деле совершенно естественно, вот отношение наших генералов и старших офицеров к городам Восточной Европы. когда иногда, надо это признать, даже жертвовали жизнями своими, своих солдат, для того, чтобы сохранить уникальные жемчужины мировой культуры, мировой архитектуры, когда спасли от разрушения, например, Краков и многие другие европейские города, когда осознанно принимали решение не подвергать их бомбежкам и артиллерийским обстрелам, несмотря на то, что в них сидел враг. Сравните, например, с бомбардировкой союзниками Дрездена, когда от прекрасного средневекового города не осталось. По большому счету, ничего от ни раз валина. И об этом тоже надо говорить. Вот эти выставки прошли в европейских странах. Есть важная задача. Вот все, что мы делаем, это можно назвать, таким словом, историческое просвещение. Историческое просвещение. И вот в этом историческом просвещении нуждаются, конечно, вы это прекрасно понимаете, и наши соотечественники, ваши сверстники. У нас у самих не все очень хорошо. Со знанием истории молодыми людьми. И здесь очень много работы. Вот из такого самого интересного я бы назвал такую акцию «Диктант Победы». Ну, диктант, вы знаете, вы учили учить русский язык, это классический диктант, это запись под диктовку, чтобы записать без ошибок. Но «Диктант Победы» не запись под диктовку, это такая викторина, такой тест, ответы на вопросы. И он в этом году второй раз проходил и вызвал огромный интерес. И в России, за рубежом более миллиона человек, по оценкам организаторов, приняли участие в этом. И это очень интересно, объединяющие акции. Если бы вы не участвовали, то я очень рекомендую в следующем году это можно сделать все онлайн, и живую на площадках, которые открыты в самых разных странах. Я, знаете, готовился, конечно, у меня вот есть еще что сказать и про конкретные страны, и про Восточную Европу, и про Францию, и про Бельгию. Но я думаю, что мы лучше перейдем к диалогу. И у вас наверняка за эти дни накопились какие-то вопросы, какие-то, может, возникли в ходе моего уступления. Поэтому я тебя приглашаю как-то обменяться мнениями и поговорить и об истории Второй мировой войны, и вообще об истории. Пожалуйста. Уважаемые участники зимней школы, пожалуйста, ваши вопросы. И в целом, может быть, ваше мнение о работе этой школы, о тех проблемах, о тех занятиях, которые у нас прошли, о тех проблемах, которые были затронуты. Пожалуйста. Здравствуйте. Полина Шлупакова, третий курс лингвистики. Спасибо за предоставленную возможность находиться тут и за очень интересные лекции. Я бы хотела спросить о проектах, которые реализуются в других странах, потому что я проживала на территории Германии некоторое время и услышала очень интересное мнение о том, что Германия не виновата, это была Австрия. И то, что вообще в целом виновата Россия в развязанной войне. И вот вчера у нас была очень интересная лекция на тему исторической памяти. Там рассказывали про проект, о создании общедоступного архива, там, где будут собраны все документы. Может, вы хотите, какие-то проекты реализуются. Заранее спасибо за ответ. Спасибо большое. Ну вот, видите, как раз я об этом начал говорить. Вот 75 лет назад, даже 25 лет назад, совершенно невозможно было себе такие разговоры представить. Вы понимаете, о том, что Австрия виновата, это вообще ерунда какая-то. Австрия стала одной из первых жертв нацистской Германии, состоялась аншлюз Австрии. Виновата Австрия, может быть, только в том, что Гитлер сам родился в Австрии, но в этом Австрия, как страна, как народ, уверяю вас, не виновата. Это такая случайность, историческая трагедия, если хотите. Но вот чем отличается историческая память от просто памяти? Память — это ваш личный опыт. Это то, что у вас в голове, то, что случилось с вами лично. И, конечно, с памятью тоже могут всякие интересные штуки происходить, мы это знаем. Но историческая память — это еще более сложная материя. Историческая память — это ваше представление о том, что было, основано не на вашем личном опыте, а на том, что вы где-то узнали, о том, что вам кто-то рассказал, где-то вы прочитали. И когда мы говорим об исторической культуре, то мы говорим о том, что те люди, которым историческая культура присуща, они информацию о прошлом, когда где-то слышат, они ее проверяют, проверяют, обращаясь к источникам, к документам. Вы совершенно правильно соответствующим образом вопрос развернули. Многие это свойственно человеку, тут людей обвинить сложно, легко принимают на веру то, что им рассказывают, то, что им многократно повторяют. И знаете, еще Геббельс, это лидер нацистской пропаганды, говорил о том, что ложь многократно повторенная, она начинает казаться правдой от того, что ее просто много раз повторили. И вот когда много раз повторяют с подачи недобросовестных политиков, политиканов, в историке здесь, уверяю вас, совсем ни при чем, в любых странах, начинают повторять то, что Советский Союз несет ответственность, хотя бы частично, за развязывание Второй мировой войны, то вот эта наглая ложь, будучи многократно повторенной, начинает казаться правдой. У нас есть действительно такая задача, задача поставленная президентом страны, сделать все архивы по истории Второй мировой войны, Великой Отечественной, не просто открытыми, но и общедоступными. Создать единый, он будет самым в большом мире, естественно, комплекс архивных документов по истории Второй мировой войны. Эта работа ведется, она тяжелая, она большая. То, что сделано уже сейчас, это вы можете видеть на сайте Министерства обороны. Баса данных по каждому, действительно, практически по каждому участнику Второй мировой войны, военнослужащему, солдату, офицеру. Его боевой путь, где воевал, чем награжден. Огромное количество документов, конечно, еще не в сети, и это очень большая нагода работа. Но что мы делаем под эгидой Российского исторического общества, чем можно пользоваться? Есть электронная библиотека исторических документов. Я не знаю, уже, может быть, говорилось. Электронная библиотека исторических документов, она позволяет пользоваться в сети, на сайте РИО, тем, что раньше было опубликовано в разных сборниках. Просто эти сборники, они оцифрованы, по ним возможен единый сквозной и контекстный поиск по именам, по терминам, по географическому именованию, почему хотите. И это гораздо сразу упрощает использование этих документов. Пожалуйста, открывайте, смотрите. Смотрите документы Нюрнбергского процесса, Нюрнбергского трибунала. Вот 75 лет назад он уже шел, он открылся 20 ноября 1945 года. Нюрнбергский трибунал, где судили нацистских преступников, где проходил процесс, который был организован по всем принципам судебной состязательности, с обвинением, с адвокатами, с возможностью обвиняемой стороны представлять свои аргументы и высказываться. Процесс, регламент которого был специально выработан совместно Советским Союзом, Соединенными Штатами и Великобританией. И было советское обвинение, американское обвинение, английское и французское. И вот все эти тома Нюрнбергского трибунала, они доступны. Все тогда определили и степень вины каждого, и степень вины нацистской Германии за развязывание войны, за страшные преступления против человечества, определил Нюрнбергский трибунал. Установили, что нет срока давности для уголовного преследования по этим преступлениям. Нет срока давности, поэтому мы до сих пор видим иногда, как глубоких стариков, привлекают к ответственности, привлекают к суду. Поэтому попытки пересмотреть таким образом не просто итоги Второй мировой войны, а решение Нюрнбергского трибунала, они, конечно, совершенно для нас неприемлемы, но и с исторической точки зрения, раз мы говорим об истории, совершенно не просто необоснованы, а вообще не имеют никакого отношения к истории. К чему они имеют отношение? Почему это происходит? Это надо тоже понимать хорошо. Речь идет о том, что ситуация в мире неустойчивая, что после завершения холодной войны возникли у некоторых представителей политических кругов западных стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, представление о том, что в холодной войне одержана победа и остался в мире один лидер Соединенных Штатов, которые будут теперь командовать в мире так, как им заблагорасходится, и сами будут все решать в одиночку, без учета мнения всех других стран, как больших, так и маленьких. И мы видим, вот прошло уже 30 лет, почти после распада Советского Союза и завершения холодной войны, мы видим, что, конечно, это совсем не так. Мы видим, что в мире есть много моделей развития, которые предлагаются разными странами, разными континентами. И для нас совершенно очевидно, что будущее мира, оно в многообразии развития этих моделей. Но это не всех устраивает. И та же линия американских политических кругов, которые сейчас находятся у власти, состоит в том, что нужно сдерживать Россию, нужно сдерживать Китай. А что значит сдерживать Россию? Сдерживать Россию значит обложить ее по периметру, вокруг, в том числе и военными инструментами, войсками, ракетами. Но это нужно объяснить народам, потому что я вас уверяю, что народы европейских стран не хотят милитаризации континента, не хотят милитаризации своей территории. Ну и вот как объясняется, что Советский Союз, он на самом деле был одним из виновников Второй мировой войны. Что это вот такой режим, тоталитарный сталинский режим, который похож на гитлеровский. Вот это два таких похожих режима. Ну один напал на другой, а могло быть наоборот. Мог Советский Союз напасть на Германию. А Россия, она правоприемница Советского Союза. И никуда вот эта якобы агрессивная сущность нашей страны. Она никуда не делась. И поэтому, как вот и тогда, в 1939 году, в 1941, Советский Союз мог напасть на Германию и как бы на всю Европу, то так и сейчас от России можно похоже ждать. И поэтому нужно вот эти меры военного сдерживания к России применять. Вот такая логика. Такая логика, основанная на преднамеренном искажении, фальсификации, если хотите, истории. Поэтому нужно это просто понимать, что могут делать историки. Историки могут говорить правду, а правду вот она в документах. Пожалуйста, нужно показывать документы, нужно учить ими пользоваться, нужно говорить о том, как с ними работать, выкладывать их в сеть. Вот так понемножку, понемножку. Вот для этого, конечно, нужны партнеры, хорошие, серьезные. Я вас уверяю, что они... Вот в Германии, вот как раз они есть. В Германии очень хорошо. Помнят то, что было в Германии, осознают ответственность их страны за развязывание войны. Когда говоришь с немцами, с культурными, образованными немцами, то они не допускают вообще при них таких высказывания о какой-то доле вины Советского Союза даже за развязанную Вторую мировую войну. Немцы говорят, что это виновата Германия. И Германия за это воплотилась. Мы никогда больше этого не повторим. Вот в чем дело. Есть музей прекрасный, Берлин, Карл Хорст. Это вот в Потсдаме, там, где была подписана капитуляция лидерами нацистской Германии. Много чего есть. Вот сейчас выставка открылась замечательная по Нюрнбергскому трибуналу в Москве. Но есть постоянный музей там, в Нюрнберге, там, где проходила трибунал. Германия хранят память, и в Австрии хранят, кстати говоря. А из-за океана подначу они. Я ответил? Спасибо, Финстантин. ВИЧ, пожалуйста, еще вопросы? Здравствуйте. Вначале я хотел бы поблагодарить вас, что вы присутствуете в очне. Это, на самом деле, намного интереснее и, наверное, продуктивнее. И если перейти к вопросу, оно у меня будет не совсем вопрос, у меня вопрос, комментарий и, скорее всего, еще предложение будет. Сегодня, к большому сожалению, есть такая тенденция. Мы вчера как раз-таки затронули эту тему. Говорили о виновниках Второй мировой войны. И часто там фигурируют, конечно, не здесь, но я слышу об этом часто. Фигурируют именно две страны. Ну, понятно, мы не будем озвучивать, какие страны. Но при этом упускаются другие страны, которые подталкивали, опять-таки, китлеровскую Германию. То есть я не буду назвать страны, думаю, все поймут. Суть в том, что определенно страны закрывали глаза на определенные действия Гитлера. Другие страны, допустим, торговались даже во время войны, хотя они поддерживали все-таки Советский Союз. Но, тем не менее, почему такие моменты упускаются? Может быть, если перейти к предложению, может быть, нам надо именно фокусироваться на этой точке зрения, то есть говорить, что здесь виноваты не две страны, а как бы намного больше. Даже еще после окончания Первой мировой войны, опять-таки, Лига Наций, там тоже есть определенные проблемы, из-за чего Германия пришла к такой стадии, то есть предвоенная ситуация. И вот хотелось бы узнать ваше мнение насчет этого. Я думаю, все-таки, если говорить, закончить мысль о предложении, надо начать именно с лидерами мнениями, потому что, к большому сожалению, я даже здесь, в России, слышу такое мнение, что, допустим, Сталин как бы тоже виноват в развязке в войне. То есть это я слышу от граждан России. Понятное дело, они не так хорошо знакомы с историей, но, тем не менее, это немного дает, мне кажется, звоночек, потому что здесь уже здесь. Спасибо. Спасибо за вопрос. А как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Шахзот. Откуда вы? Узбекистан. Узбекистан. Спасибо. Узбекистан тогда находился в составе Советского Союза, и, конечно, много сынов Узбекистана воевал на фронтах Великой Отечественной. Многие, к сожалению, там навсегда и остались. Но, конечно, Ташкент навсегда останется в памяти тех, кто хоть немного изучал историю Великой Отечественной войны вот своим беспримерным гостеприимством, когда, наверное, полстраны оказалось в эвакуации, в Узбекистане, в Ташкенте, когда узбеки отдавали последнее для того, чтобы принять, для того, чтобы прокормить, физически прокормить людей, которые вынуждены были уехать, спасаясь от нацистской оккупации. Вина за развязывание войны лежит только на том, кто эту войну начал. А войну начала нацистская Германия. Вот здесь не убавить, не прибавить. Но мы, как историки, должны искать корн явлений и должны наблюдать за динамикой исторических процессов. И мы с вами видим, когда обращаемся к этой динамике, к тем событиям, которые происходили, ну, собственно, вот, начиная с завершения Первой мировой войны, вот с такого неудачного завершения, неполноценного завершения, когда Советскую Россию вообще выкинули из обсуждений, из послевоенной конфигурации, а нацистскую Германию поставили в такое унизительное положение, которое не могло не сформировать условия для возникновения вот такого желания реванши. Вот, кстати говоря, когда Наполеоновскую Францию победили европейцы общими усилиями, тогда со стороны аглосакцев звучали предложения применить повежденные франции вот такие же меры практически, как они это сделали по отношению к Германии в 1918 году. И тогда как раз в России Александр Первый настоял на включении в Франции, обновленной Франции в такую нормальную общеевропейскую жизнь, именно имея в виду, что тогда не возникло желания реванша. В Германии, конечно, такое желание возникало, это было желание народа, подогреваемое разного рода политическими авантюристами и промышленниками. И поэтому вот германский национализм, он быстро рос на почве вот этого унижения Первой мировой войны. А дальше был вопрос, что с ним делать? Попробовать удержать его под контролем общими усилиями? Или, значит, что-то еще? И здесь, вот, конечно, эта ситуация, когда мир не был един, мягко сказать, и когда взаимного доверия не было в международной политике вообще, как явление, вот это создавало условия для роста, рост вот этого германского реваншизма. Что западные страны? Великобритания, Франция и США, которые из-за океана подталкивали к теме Леновы Шаган, они заботились о том, чтобы им вот этот вот этот германский национализм не нанес непосредственно вреда. Они хотели его направить на восток. Пусть они набирают силу, и потом пусть, вот, Гитлер разбирается с Советской Россией, Советским Союзом. А восточной Европой при этом можно пожертвовать. Восточную Европу вообще в расчет не брали. Гитлеровская Германия еще такая молодая и неокрепшая стала нарушать одно международное соглашение за другим, вот европейцы закрывали на это глаза в расчете на то, что удастся направить на восток. Секретные протоколы и вообще договоры с гитлеровской Германией были общеприняты практикой. Первый такой договор с гитлеровской Германией, который содержал секретные протоколы, звучал в Польше в 1934 году. И это соглашение, эти протоколы предусматривали по сути то, что Польша вступит в войну на стороне нацистской Германии, даже в том случае это, ну, говорилось в договоре не буквально, но это имелось вину, даже если гитлеровская Германия станет агрессором. Ну, как там говорилось, ответить на какую-то провокацию. Англичане заключили договор с Гитлером. Увенчалась вся эта очень неприличная история селена 30-х годов и Мюнхенским сговором в 1938 году, когда просто взяли и отдали немцам большую часть Чехословакии, имея в виду, на самом деле, конечно, отдать потом ее всю. Только бы не шли на Запад, только бы не шли к ним. Был трехсторонний договор, кстати, вы, наверное, знаете, кто-то знает, между Советским Союзом, Чехословакией и Францией. О том, что если Чехословакия подвергнется нападению, то вот эти две стороны придут ей на помощь. И когда этот Мюнхенский сговор произошел, когда стало понятно, что вот сейчас немцы в Чехословакию войдут, тогда Советский Союз поставил вопрос, потом были сформированы воинские части для того, чтобы прийти на помощь Чехословакии. Но вы помните географию? Пройти в Чехословакию может только через Польшу. И Польша категорически отказалась пропускать советские войска. Почему? Потому что больше, будучи в то время под властью националистов, будучи, по сути, агрессивной стороной, стремилась, как по-русски говорят, нагреть руки на вот этой европейской неустойчивости, на приближающейся войне. Почему-то вот в каком-то таком своем невероятном самомнении, самоубеждении, они были уверены в собственной безопасности, были уверены, что они с немцами во всем договорились. И просто им получится отщипнуть какие-то кусочки от этого европейского пирога. И поначалу получалось, они получили Тешинскую область на севере Чехословакии, когда немцы захватили судебных. Поляники вели переговоры и дальше имели в виду и западную часть Украины, тогдашние, для включения состава в Польшу. И об этом велись переговоры ими с немцами. А у немцев уже на следующий год, после Мюнхенского сговора, в апреле 1939 года был готов план захвата Польши, план ВАЙС, который они, собственно, и реализовали осенью, в сентябре 1939 года. Пакт Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа с моральной точки зрения совершенно не красит советское руководство. Применимы ли в полной мере моральные категории к историческим явлениям? Ну, конечно, отчасти применимы. Но рассуждая об этой истории в целом, нужно ясно понимать, что Советский Союз стал последним, кто в той ситуации заключил договор с Гитлером. Последним. Другие страны уже по несколько раз договоры заключили. Максимально заключили двусторонний договор, подписали Мюнхенский сговор, вели переговоры, по сути, о формировании вместо двух осей Берлин-Рим и Лондон-Париж, вели речь о формировании такого четырехугольника. Были такие разговоры в политических кругах, которые зафиксированы в сообщениях советской разведки. Документированы. Поэтому, конечно, до последнего, до сентября 1939 года, до конца августа, велись так называемые московские переговоры в Москве между Советским Союзом, Великобританией и Францией. Англичане их умышленно затягивали. У них, на самом деле, и уровень их представительства, и даже полномочия делегации были такими, которых не было достаточно для принятия каких-то оперативных решений о формировании, в полном смысле слова, коалиции. А что происходило в это время на восточных границах Советского Союза? На восточных границах, вы помните, столкновение с Японией, с милитаристской Японией, Холкингол, и что в советском руководстве не понимали, что вот сейчас нацистская Германия нападет на Польшу и может дальше пойти? Ну, в чем угодно можно обвинять Сталина и его окружение, но только не в недооценке угроз внешнеполитических. Все прекрасно понимали. И понимали, что Советский Союз находится в шаге от войны на два фронта осенью 1939 года, когда ни переоружение не закончено, ничего не закончено, но еще и сами свою армию разгромили фактически в результате политических репрессий. И вот с одной стороны гитлерская Германия, которая сейчас нападет на Польшу, дальше пойдет, а с другой стороны на Японию, которая сейчас тоже нападет. И явно саботируют переговоры возможные союзники англичане и французы. Вот в такой ситуации заключался вот этот пакт Молотова-Риббентроп, вот это соглашение. Секретная его часть, секретный протокол. Вопрос об обеспечении собственной безопасности. Да, несомненно. Отодвинули на несколько сот километров границу. В 1941 году стало понятно, что это дало. Это привело к тому, что смогли все-таки отстоять Москву. Немного подальше вот эта агрессия началась. Ну, важный момент. До какой границы дошли советские войска по этому протоколу, и когда они это сделали? Первое. Они это сделали, вступили на территорию Польши только 17 сентября, когда польское правительство уже де-факто не существовало, и обижало. И Польша, как государство, фактически уже не существовало. Это первое. А второе. Дошли ровно до границ Российской империи, заняв те территории, которые были отторгнуты от России, от Советской России, по грабительскому рижскому миру 21-го года. И я вам должен сказать, что справедливость вот такого расклада, справедливость занятия Советским Союзом именно этих территорий, тогда не оспаривалось ни кем. И в оценках английских властей, и французских властей говорилось о том, что Советский Союз сделал то, что нужно, обеспечив свою безопасность, заняв те территории, которые принадлежали ему еще 18 лет назад. Вот. Вот такая ситуация. И если мы говорим, что в развязывании войны виновата одна страна, гитлеровская Германия, которая напала сначала на Польшу, а потом на всех остальных, то в создании условий для складывания этой ситуации виноваты более-менее все в той или иной степени. Но в первую очередь, конечно, западные державы, которые подталкивали нацистов на Восток. Вот и все. Должно ли это служить материалом для того, чтобы мы как-то обвиняли в чем-то нынешнее правительство или тем более народы западных стран, как пытаются делать отношения к России? Конечно, нет. Конечно, нет. Нынешнее правительство ни одной страны не участвовали в принятии решений 75-летней давности, и народы тоже не участвовали. Но мы должны историю себе представлять ясно и без искажений, без приукрашиваний, потому что только такая возможность даст возможность, только такой подход даст возможность извлечь из истории уроки. А вот в извлечении уроков из истории, вот этой трагической истории 20-го века, мир, на мой взгляд, крайне заинтересован. Крайне заинтересован. Потому что вы прекрасно понимаете, что треть мировой войны человечество скорее всего не переживает. Спасибо большое. Константин Ильич, еще вопросы? Пожалуйста. Уважаемый Константин Ильич, я хочу выразить благодарность за огромную возможность, за уникальную возможность принять участие на этой замечательной зимней конференции. для меня и для я верю в то, что для наших коллеги это было вот это время, вот эти три дня с этой насыщенной программой для нас образовались такие положительные эмоции. Мы смогли завести очень хорошие контакты. Мы не только приобрели новые знания, но также самое главное, мы почувствовали Великую Отечественную войну сердцем и душой. Про спикеров я не знаю, что сказать, кроме того, что это был огромный космический уровень знаний, тем более это была на 100% объективная информация, без никакой пропаганды. И самое главное, я думаю, что мы в итоге поняли, что война это нехорошо. Но хорошее есть в том, за что бороться в войне, а точнее за мир и за правду, как уже советские солдаты сделали 75 лет назад. А сейчас миссия и задача нашего поколения и те, которые здесь находятся в этом зале как участники, это просто сохранить мирное небо и мешать духу войны, чтобы распространялся по всему миру. Спасибо вам большое. Спасибо. Откуда вы? И как вас зовут? Станислав Молоденов из Болгарии. Спасибо большое, Станислав. У меня много друзей в Болгарии. Замечательная страна, которая прошла непростой исторический путь, в том числе и в двух мировых войнах. Мы знаем, что формально вот это такая знаете, ирония судьбы, что Болгария, которая на самом деле братская для России страна, и Болгария братский для России народ, и язык похожий, и культура, и вера. При этом в двух мировых войнах Болгары были по стороне противоположной. Но мы также помним, и должны кстати говорить об этом и в России больше, что болгарский царь Борис настоял на том, что ни один болгарский солдат не будет отправлен на Восточный фронт. А болгарский патриарх сказал, что ляжет на рельсы перед поездом, который будет везти болгарских евреев в концлагерь, в сути, в лагерь смерти. И когда мы говорим о Холокосте, мы должны помнить о том, что за время войны еврейское население Болгарии даже увеличилось. Это уникальный вообще случай для европейской страны того времени. Что, конечно, никак не снимает с болгарских властей, болгарских политических кругов того времени ответственность за вот этот выбор совершенно аморальный. И мы знаем, что сейчас в Болгарии есть разные силы, разные политические силы. Но, тем не менее, знаете, вот насчет Болгарии, какая пришла в голову мысль в ходе одной из таких российско-болгарских конференций, ведь, может быть, не все об этом знают, но будет интересно об этом узнать. Вот такой пик, может быть, вершина русско-болгарского братства, это война, русско-турецкая война 1877-1878 годов, которая привела к освобождению Болгарии от 500-летнего османского ига и к восстановлению болгарской государственности, которая потом на протяжении десятилетий по-разному трансформировалась, но тем не менее. Тем не менее. И это в Болгарии прекрасно помню до сих пор. И каждый год два раза по-моему боюсь ошибиться, но по-моему 9 декабря в день освобождения племны, 5 племны и 3 марта в день подписания Сан-Стефанского мирного договора по всей Болгарии проходит акция в память об этом. и в 44-м году, когда советские войска вошли с освободительной миссии на территорию Болгарии, были живы люди, они были уже, конечно, стариками, которые помнили вот это первое освобождение Болгарии. Понимаете? Они тогда встречали советские войска и говорили, как вот хорошо, что мне на своем веку удалось дважды встретить русских освободителей. Мы тогда говорили об этом на одной конференции, там из зала раздался голос «Освободитель нас третий раз», но это уже шутка. Но в России хорошо знают памятник Алёше, песня есть, стоит на горе Алёше, Болгарии русские солдаты, это гора Реном с Пловдивом. Но мало кто знает, почти никто у нас не знает, что в ста метрах от памятника Алёше на той же горе стоит памятник Александру Второму, царю-освободителю. Для нас он освободитель, потому что он освободил крестьян, от крепостной зависимости, а для Болгар он освободитель, потому что освободил страну, освободил народ от иностранного владычества. Вот, поэтому, конечно, российско-болгарские связи исторические, они очень важны, крепки, и я, уважаемый коллега, вас, конечно, здесь приветствую, хочу сказать, и, кстати, ко всем остальным тоже обращаюсь, что это наша первая такая школа, но мы хотели бы, чтобы ваши контакты взаимные, они бы не заканчивались с завершения вот этих школ. И мы будем обращаться к фондам и нашим, российским, может быть, международным, для того, чтобы, может быть, была найдена возможность поддержать какие-то совместные исследовательские проекты, которые у вас рождаются здесь, на площадке этих школ, для того, чтобы вы дальше могли оставаться в контакте и делать свою работу как историки, как гуманитари. Спасибо большое. Вы знаете, уважаемый коллега, пока вы будете задавать вопросы, я хотел попросить организаторов, если можно стаканчик воды. Здравствуйте. Меня зовут Вильфрид Лисанон. Я студент третьего курса Института международных отношений Казанского федерального университета. Я приехал из Бенина и я хочу сначала поблагодарить вас за этой замечательной конференции. и я хочу сначала сказать, что это, конечно, мероприятие, которое позволяет нам открыть чувство патриотизма. И как же много лекторов уже об этом говорили, история это память народа. И мы должны стремиться и длить все возможности, чтобы сохранить эту историческую память. И мы помним, что и о важности, и о сохранении этой исторической память, великая отечественная война занимает очень важное место в истории Советского Союза. И в 85-м году начинались социальные и экономические реформы президентом Гобачево. И я хочу узнать, вот, эти политические и социальные реформы которые мы знаем переструйки не теряли важность или важность или место великой отечественной войны в сохранении исторической память Советского Союза. То есть я хочу говорить эти реформы не мы не можем говорить о десакрализации истории Советского Союза и на данный момент Российской Федерации. Вот мой вопрос. Спасибо. Я понял ваш вопрос и понял его подоплеку. Я боюсь если вы не возражаете даже бы развил. Вы говорите о том, что Россия еще тогда Советский Союз переживая такой непростой период своей истории кризисный период распада страны не утратил при этом народ. Вот это чувство единства завоеванное в ходе победы над нацистской Германией. и не возникли другие более важные вопросы, казалось бы, более важные, которые вытеснили из народной памяти, из народного сознания актуально в памяти победе. Знаете, я думал, что нет. Я думал, что нет. Ну, я сам был ребенком в годы перестройки. Но и в те годы, и потом самые сложные для экономики страны годов в 90-е все равно День Победы был главным праздником. 9 мая. И все равно тогда, конечно, было еще много с нами ветеранов, и все равно ветераны ходили в школы, встречались с детьми, гордились своими боевыми наградами, гордились орденами. Их уже почти не осталось, к сожалению, меньше 40 тысяч уже по всей стране, это все глубокие старики. Но тогда и не только на День Победы, но и на другие праздники люди одевали ордена, выходили на улицы, гордились Победой всегда. в 95-м году, когда людям зарплату не платили пенсии, задерживали по полгода, в год 50-летия Победы открылся музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. И этот музей сейчас является одним из центров такой народной памяти о войне и о памяти. поэтому понимаю ваш вопрос, отвечу все-таки на него отрицать. Нет. И может быть вот как раз именно вот эта память об общей победе и помогла остановить вот этот центробежный процесс, остановить этот развал страны до сих пор кстати объединяет Россию и бывшие республики Советского Союза, независимые государства в культурном плане. Вот эта память об общей войне, об общей победе. Спасибо. Мы, наверное, по времени еще один или два вопроса коротких успеем. Здравствуйте вам. Спасибо большое за ваше вступление. Меня зовут Хакшо Керина. Я из Индонезии. У меня вопрос. История иногда скучная и непонятная, особенно для жителей стран, которые не участвовали в Второй мировой войне. У меня вопрос. У вас или у вашего фонда существует ли проект или инициатива, чтобы объяснить историю жителям этих стран, которые не участвуют, не участвовали, потому что я честно тоже большинство из этих информаций я слышал в первый раз. И на самом деле у нас в стране люди хотят узнать эту, можно сказать, скрытную, неизвестную правду, но мы не знаем откуда начать и это слишком длинное и у вас существует проект, чтобы объяснить попроще эту историю, особенно для наших жителей. Спасибо большое. В Индонезии сейчас тепло и нет такого снега, а здесь завтра уже будет минус 20 по прогнозам. Я вам желаю в этом плане новых ощущений. Прошлые зимы в России не были такими суровыми. Вот вы предложите такой проект, подумайте, вы узнали много нового здесь, как вы сами сказали, это очень здорово, это значит, что цель нашей международной исторической школы достигнута. И предложите, подумайте сами, как объяснить вашим соотечественникам, тем, кто в принципе был бы заинтересован в том, чтобы узнать историю, правду о нашем прошлом совсем недавно, как рассказать о том, чтобы было, чтобы это их затронуло, чтобы они почувствовали, что это тоже касается. Но мир бы был совсем другим. Я не знаю, была бы Индонезия и была бы вообще Юго-Восточная Азия вот в нынешнем виде, потому что захватил бы Гитлер нашу страну, нашу территорию. Он остановился бы? Нет, конечно, он стремился к мировому господству. И просто здесь ему, как говорится, сломали хребет, остановили. Естественно, что все народы и все расы, как они говорили, кроме своей, так называемой арийской, они считали недочеловеками и ставили задачу физического уничтожения большинства инородного населения. Понимаете? Вот почему это была реальная опасность для всего мира. Опасность, от которой мир избавился путем огромных потерь. К сожалению, самых больших потерь именно со стороны Советского Союза, но все остальные страны, которые участвовали в борьбе с Гитлером, они, конечно, тоже потеряли очень многих. Да и сам немецкий народ, который впал просто в какое-то такое сумасшествие, какие он понес огромные потери. Великий народ с великой культурой, который все понял. Поэтому думайте, предлагайте, а мы вот наше Казанское отделение под руководством наших замечательных организаторов, директора института Амировича Хардина, я думаю, обязательно вас выслушают, подскажут, что-нибудь придумаем, потому что, конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы вы бы могли что-то и сами рассказать дальше, какие-то свои научные и такие проститические проекты реализовать в будущем. Еще раз повторяю то, что я сказал в самом начале, вот ваше знание России, ваше знание русского языка, русской культуры, отношения истории здесь, это ваше несомненное конкретное преимущество, которое вам дальше в жизни должно помогать. Мы поддержим вас обязательно. Давайте еще один вопрос. Вот девушка на первом ряду, можно? Здравствуйте, меня зовут Кульнас Акбарова, студентка первого курса КФУ Института международных отношений. И у меня такой вопрос на протяжении нескольких лет, меня интересует один вопрос. Я не могу понять, почему вдруг Сталин после трех лет победы, да, спустя три года после победы, вдруг отменяет праздник 9 мая? Почему, чего он боялся и вдруг такое произошло? Спасибо. Знаете, разные точки зрения существуют на этот счет. Боялся чего-то или не боялся. Огромные стояли перед стороной задачи после войны. Вот мы сейчас если посмотрим, как у нас бывает долго, тяжело, тянется какая-нибудь стройка какого-то одного объекта, одного здания, а полстраны лежало в руинах. И огромный труд после всего, что перенес народ, после всего, после войны, после победы, после огромных потерь, когда настолько уменьшилось количество молодых здоровых мужчин, которые могли работать своими руками, стали огромные задачи по восстановлению экономики страны, по восстановлению хозяйства, по строительству жилья. и поэтому тут может быть вопрос не в страхе перед чем-то, а вопрос в том, что не до праздников было. Это одна из версий, одно из объясняй. во внутренней политике Сталин был известным таким деятелем, который совершил множество преступлений против собственного народа, боялся своего окружения, возникновения каких-то таких ситуаций, которые бы привели к завершению его власти. При этом надо сказать, что он признавал за народом право на власть. Известный его тост, когда победа совершилась, он говорил о том, что наш народ имел право такое правительство выгнать, которое привело страну к поражениям на первом этапе. Боялся ли он того, что вот эти ветераны скажут, ради чего мы сражались, ради чего побеждали, и надо нам теперь жизнь в нашей стране по-другому устроить. Вот это имеет в виду. Но есть такая точка зрения. она имеет право на существование, но я не являюсь специалистом в этом вопросе, но я не думаю. Я не думаю, потому что все понимали, ради чего воевали. Воевали ради того, чтобы страна осталась, чтобы народ сохранился. оценка деяния Сталина во внутренней политике это отдельная тема для разговора, очень непростая. Давайте, если нам организаторы разрешат, еще вопрос желающий. здравствуйте, Константин Ильич, меня зовут Мамажан Сарвар, бакалавр 4-го курса Института международных отношений КФУ. Сначала небольшой рассказ, потом вопрос и некоторые предложения. Я недавно был на одном мероприятии в Калининграде и там побеседовал с одним студентом из Литвы и он мне сказал такую вещь, что он узнал, кто такой на самом деле генерал Макаров после того, как приехал в Россию. Предыстория, генерал Макаров это персонаж из видеоигры Гэлла в Доте, которая была продана самым большим тиражом в истории и до приезда в Россию он, оказывается, думал, что он играл в эту игру и думал, что вот этот генерал Макаров он на самом деле существовал, он на самом деле был политическим деятелем в России и он на самом деле хотел вот такую, ну, этот сюжет этой игры в том, что Россия начинает как бы, ну, да, современная Россия во главе с генералом Макаром начинает мировую войну, нападает на Европу, потом на Соединенные Штаты и там в этой игре показано, что Россия агрессор. Вот, и он мне сказал, что он недавно узнал, после приезда в Россию, что это как бы выдуманный персонаж. наш. И это получается, что европейская молодежь, которая имеет как бы очень свободный доступ в интернет, но при этом не только европейская молодежь, но и наша, им очень сложно работать с документами, с архивными документами тем более, и им очень проще получить информацию и такие данные об истории вообще своей страны через интернет. И учитывая то, что основная пропаганда сейчас ведется через социальные сети, через пошатки в интернете, вот все искажается и ведется такая пропаганда, что уже выставляют Советский Союз как виновник войны, что мы обсуждали. И вот буквально вчера мы узнали о такой концепции Нольта, это немецкий историк, который разработал концепцию всеевропейской гражданской войны, и главным виновником как раз этого процесса еще выставляется Советский Союз, то же самое. И эта концепция была разработана как раз после Второй мировой войны, и нам еще сказали, что есть такое понятие, когда политики подсказывают историкам, что было на самом деле. И это тем самым объясняется, ну объясняет тот факт, что уже Европа с тех времен начинает вести, так сказать, антисоветскую пропаганду и показывать то, что виновниками, на самом деле виновниками войны являются и нацистская Германия, и Советский Союз, и этим они снимают из себя ответственность за то, что они сами позволили вообще начало этой войны. И у меня вот такое предложение, что вообще стоит ли, надо ли, или вообще ведется ли такой процесс, так сказать, антипропаганд, да, вот в России, российской молодежи, российской молодежи, и вот в школьном возрасте может в их учебную программу нужно вести такие, не знаю, какие-то уроки, определенные такие занятия, чтобы их ознакомить с такими процессами и вот ознакомить. Я вот, если честно, до этого я нигде не читал и не встречал вот эту концепцию ноль-то, о том, что вот, ну, и как Советский Союз очень научным языком выставляется как виновник, получается. Вот, и стоит ли вообще, вот ведется ли такой вот процесс создания вот такой научной дисциплины, может даже, может быть, или каких-то академических уроков в школах, даже и в вузах, чтобы показать, как вот вообще ведется пропаганда со стороны Европы и как с ним бороться и какие методы вот разрабатываются. Вот, спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, псевдонаучных концепций во все времена хватало и не хватает их, конечно, и сейчас. Иногда они продиктованы политическими соображениями, иногда какими-то псевдонаучными. Один известнейший российский историк XIX века, когда ругал другого российского историка, тоже очень известного, он говорил шутку, что он свою концепцию надевает на факты, как покрышку на сливки. Может быть, кто-то знает, о таких историках ведет речь, а говорить не буду, чтобы не создавать такой излишний ажиотаж. Но как этому противодействовать? Ну, вы знаете, мир очень многообразен, и способов противодействия можно придумать много. Я все-таки историк, и хочу сказать, что задача историков добывать и распространять историческое знание, качественное историческое знание. Вот это основа. Нужно в любой жизненной ситуации придерживаться правды. И говорить правду, не врать. Это, понимаете, универсальный принцип. Потому что врунов жизнь наказывает. А если здесь наказывают, в этой жизни, то обязательно после ее завершения с этим прилетит. Поэтому это первое и самое главное. Второе, конечно, я бы не говорил о пропаганде, мне не нравится этот термин, я бы говорил о популяризации истории, популяризации исторического знания. И здесь масса возможностей, и в России сейчас очень много делается, и в школах, да, вы правы, надо поддерживать учителей, поддерживать педагогов, мы это делаем по линии Российского исторического общества, и фонда истории отечества, есть конкурсы для учителей истории, для краеведов, это люди, которые занимаются таким школьным дополнительным образованием, ходят с детьми в экскурсии, на экскурсии, рассказывают об истории родного края, местности, как у нас говорят, малая родина. Причем это не только учителя истории, это и учителя литературы, географии, музыки, потому что великие, крупные исторические события оставляют свой след в культуре. Понимаете, для чего нужен опыт, для чего нужен исторический опыт, для чего нужно извлекать из истории уроки, почему нельзя обращаться с историей как попало. Потому что вы знаете, есть такой сельскохозяйственный инструмент, в России, я думаю, в других странах его тоже используют, называется грабли. Вот на грабли если наступить, то ручка граблей даст вам полбу, к сожалению. И вот в русском языке есть такое выражение наступать на грабли, это значит повторять прошлые ошибки. и знать историю всему миру необходимо для того, чтобы принимать правильные решения, для того, чтобы избежать ошибок, зачастую трагических прошлых. Вот в чем дело, понимаете. И если вы при принятии решений оперируете даже не точной информацию, не говоря уже о том, что она намеренно искажена, то вы сами себя загоняете в такой туман, когда ваши решения не основаны ни на чем реально, они основаны не на подлинном опыте, она выдумана. И значит вероятность ошибки и трагических последствий такой ошибки она намного возрастает. Вот это, мне кажется, очень важно. Поэтому нужно конечно изучать историю самим, читать книги, находить хорошие качественные интернет-ресурсы, обращаться к документам, выставки посещать и говорить с людьми. Мне кажется, что это все-таки долг историка, часть профессионального долга историка, что конечно легче сидеть в кабинете, в архиве, удовлетворять свое любопытство, научное любопытство просто писать книги, но с другой стороны кто-то, если кто-то пишет книги, значит кто-то будет их читать. Я, уважаемые коллеги, уже завершаю нашу встречу, хочу вас еще поблагодарить за участие в этой школе, за интерес к ней и сказать о том, что очень важно ваше личное участие в этом деле исторического прозвещения и у нас в России, и в ваших странах, и видите, вы нашли здесь себе и хороших товарищей, друзей, и возможно будущих партнеров по каким-то проектам, это очень важно именно в таком возрасте иметь такую возможность в молодом возрасте, потому что дальше вы, может быть, будете с кем-то встречаться время от времени на протяжении всей жизни, реализовывать какие-то совместные проекты, да и просто общаться, это нас, несомненно, обогащает. Поэтому мы уже приближаемся к завершению всей школы, я хотел бы вас еще раз поблагодарить, поздравить с наступающим Новым Годом и пожелать всем здоровья, что по нынешнему временам особенно важно, ценно и дорого. Спасибо. 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 Спасибо.